Всем привет! Это Сергей из Бангкока. Тони последний мой стрим не смотрел. Я тут заселился на RNNB в компьютерном клубе на несколько дней. Тут со мной произошло неприятное событие очень. Сейчас занимался, делал упражнения по ютубу, смотрел видео. И тут стол стоял, я уверен, что он был очень дорогой. Стоит он до сих пор, столешница стеклянная. Я решил чуть подвинуть, и это стекло разлетелось на мелкие осколки. Сейчас пойду к хозяину. Ну, хозяинность клуба здесь нет. Вообще здесь типа жил, тут 5 этажей клуб. Они паспорт, естественно, мой фотографию взяли. Но я понимал, что я не соответственный за все, что здесь находится. Но я чувствую, что сейчас меня так заставят платить. Денег ни хрена нету. Поэтому я пока еще не знаю, буду держать вас в курсе, что там за ситуация. Сколько меня заставили платить. Последний стрим проводил. Спасибо всем огромное за донаты. И как-то это действительно мне сейчас ситуация, ну, кто в курсе, сложная. Эти донаты помогли мне хоть как-то выжить. Ну вот, я правда еще не знаю, что мне сейчас предъявит. Честно, ну, страшно мне и стрёмно. Я не представляю, что скажет хозяин по поводу произошедшего. Но я представляю, что здесь стол этот дорогой, 100%. Посмотрите, здесь стекло, я не знаю, оно толстое было. Вот, оно еще порезался весь. Оно еще долго после того, как упало, еще долго трескалось прям. Видите, да? Ну вот, я думаю, что вот такой большой был стол в столешнице и все потрескалось. И я, честно говоря, боюсь, что мне сейчас как предъявят такой счет, что я не откручусь, не отверчусь. В общем, буду общаться. Я тут сейчас на всякий случай отключил свою вот это Google Chrome от телевизора. Netflix я пользовался, YouTube. Подключался к их монитору, тоже отключился. Брал все свои вещи вообще. Тут у меня тоже много вещей моих было. Сейчас очень страшно, честно говоря, идти. Чувствую себя, знаете, вот я вам рассказывал про вот эти детские травмы. Да, вот сейчас попадает прям в точку, в самое чувство вины. Тем более, я вам уже рассказывал историю. Кто не смотрел, смотрите на моем последнем стриме. Там как бы ошибочная была цена. И они мне разрешили остановиться. То есть, ну раз, ну, не было выхода на самом деле. Потому что на R&B цена была 11 долларов. И сделка уже состоялась, я уже оплатил. А потом они мне сказали, что 61 доллар на самом деле цена. И они просили меня, давай мы тебе сделаем 51 доллар вместо 61 доллара. Я говорю, ну вот так и так получилось уже, что теперь. Уже я оплатил. Я не буду ничего больше оплатить. И вот сейчас, в этой ситуации с этим столом, конечно, чувствую себя жутко виноватым. Мне сейчас просто даже стремно идти и говорить там, ну, тут босса нету. Главным персоналу вот этому. Ребят, пойдите, посмотрите, что тут случилось. Тут надо убираться. Наверное, скажу, предложу свою помощь, потому что здесь очень это острое стекло. До него касаешься, сразу же кровь у меня. То тут, то палец там, то нога, то еще что-то. Я не представляю. Очень тяжело убирать. Он даже на диване, оно, знаете, разлетелось, как взрыв. Я его аккуратно полотенцем... То есть, если у нас есть на диван, то он может порвать его. И диван тоже. И вот, ну вот сложил тут все, что было. В общем, ну иду, иду рассказывать. Сейчас будет самый стрёмный момент для меня. А куда деваться, ребят? Надо идти. Но, честно, я не трус, но я боюсь. Сейчас позвонила мне хозяйка этого игрового комплекса. Вот еще раз уточняла. Да скажи, как это произошло. Я говорю, ну вот, ну я, честно говоря, сказал, что ногой зацепило. Скажут, что-то его двигало, так сказал. Ну вот, ну, не знаю, думал, как-то, может быть, свою вину, что ли, уменьшить. В общем, 10 тысяч батом зарядили сейчас. Сказать честно, вот, ну, наверное, звучит удивительно, но какое-то облегчение. Потому что я боялся, что задвинуть больше, во-первых. А во-вторых, неизвестность. Я понимаю, что стол реально дорогой, это видно. Его туда только поднять на пятый этаж, я не знаю, он огромный. И там они убирались час, наверное, чтобы эти стекла все убрать. Он реально огромный, он очень тяжеленный просто. Я думаю, с ним возились с этим столом капец. Вот. Но с другой стороны, конструкция, конечно, очень хрупкая. Какое-то облегчение я почувствовал с одной стороны. То есть я понимаю, что, ну, проблема в деньгах. Все все знают. Ну, это психологическая какая-то тема, что все, уже как бы меня не накажут. Это вот, это вот из детства, да, то, что я вам рассказываю иногда. Иногда это даже сильнее. Вот это чувство вины, еще какое-то ощущение, что я плохой маленький мальчик. Оно меня прямо сейчас наклынуло. Фух. Сейчас понимаю, что вопрос только денег стоит. Вы мне в прошлый раз задонатили, вам огромное спасибо. Прилично денег, конечно. Там получилось в сумме почти 10 тысяч рублей. Понятно, что мне это было на жизнь. Пока что у меня денег, конечно, таких нет. Ребята, вы не думаете, что я тут сейчас прошу. Я знаю, что сейчас все хейтеры воспрянут духом и скажут, ну вот. Мне уже в телеграме написали, вот повод идти работать. Вот как раз перестанешь ерундой заниматься. Даже не хочу это комментировать никак. Люди не понимают, что делать влог – это работа. Если я уйду работать, то влога не будет просто-напросто, вообще. Поэтому, ну вот, кто-то написал, извини, я не могу помочь. Там, да, мне уже в телеграме пишут. Никто не должен в первую очередь мне помогать. Это я прекрасно понимаю. Это моя как бы, ну, вина абсолютно. Я не знаю. Я буду сейчас просить как-то, ну, скажу, ну, нет у меня этих денег. Буду говорить, что, ну, наверное, вот буду просить своих подписчиков, родственников. Я не знаю. Буду смотреть на их реакцию. Ну, потому что их реально нет этих денег, понимаете. Их реально просто нет. Вот у меня сейчас есть в этих батах 6 тысяч бат. Это вот все, что у меня есть. Все. Причем у меня забронирован, тут я завтра съезжаю, отель. 550 бат в сутки вот я съезжаю, да. Ну, это один из самых дешевых в Бангкоке. И там на три дня. То есть уже полторы тысячи бат уже там. Где я такую сумму возьму, я не знаю. Ну, если я все последнее отдам, как бы, ну, на что я буду жить? Короче, вот такие вот вещи неприятные. Ну, это не самое худшее, что бывает в жизни на самом деле. Я жив-здоров. Самое главное, да, получил, конечно, дозу адреналина. Сегодня такой прям резко утром я пытался проснуться. Я же хотел делать зарядку. Вот я обычно там на ютубе включаю, есть видео, как зарядки, упражнения. И стол, он близко слишком стоял. Я решил его подвинуть. Вот подвинул. Что я хожу в стрессе. Я понимаю, что я улетаю постоянно. Я то кошелек забыл, пошел на завтрак, то еще что-то. Я помню, я в Москве работал, у меня были деньги, да. Я бы мог помочь. Но я не уверен, что я бы помог, например. Да, это надо прям, не знаю, прям любить блогера, что ли. Прям то, что он делает и все остальное. Вот, ну а я уж молчу про те, у кого там нет возможности, там кто-то меня из Украины смотрит, да. У кого-то за работы нету, дети и все остальное. И тем более вы не обязаны, даже если у вас есть такая возможность. Вот. Ну а я пока что выключусь, никуда я не денусь. Ну не пропаду я. Ну что случится? Ну завтра съезжаю я в любом случае. Да, у них есть стерокопия паспорта. Вот. Ну не знаю как. Посмотрим, к чему это вылится. Главное, мне сумму озвучили. Я боялся, что мне сейчас скажут там, не знаю, там тысячи баксов скажут. Скажут, это супер хрустальный стол, потому что он тяжелый. Он реально, блин, там видно дорогой. Мне казалось, может он и тысяча долларов стоит, понимаете? Я уже так думаю. Вот. А это вопрос как бы, ну решается. Деньги, конечно. Что, 220 тысяч рублей? Для меня это полмесяца жизни, да, наверное, здесь. Да, полмесяца жизни. Ну в принципе, полжизни, ну господи, ну решу. Всем спасибо, ребят, за вашу поддержку, за вашу помощь. Я хотел больше в этом видео поделиться своими эмоциями, впечатлениями. Я думаю, что вам интересно смотреть на мою жизнь и только наблюдать за роликами, за иногда красивой озвучкой и все остальное. Всего доброго из Бангкока, ребят. Точно уйду скоро в храм. Сейчас подумал о том, что наша жизнь такая же хрупкая, как и столешница из каленого стекла этого стола. Так что берегите себя. Остался здоровым. Руки, ноги есть. Я не пропаду, ребят. Небольшие обновления. Я когда сюда вернулся, в игровой клуб, приехала хозяйка, с переводчиком, она на английском не говорит, что-то угрожала, ругалась. В общем, у меня деньги давай прямо сейчас, иначе там что-то, я не знаю, в суд подам, что-то она там кричала. Я тогда немножко в шоке был. Я пошел, значит, показал, в банкомат ходили вместе, показал, что у меня вот 6 тысяч. Я могу сейчас только 5 тысяч отдать. Когда остальные, когда остальные. Я говорю, ну, попробую завтра отдать. Я не могу обещать. Я не знал, что это произойдет. Сказал, что завтра были деньги. Не знаю, что, как она на меня может воздействовать там. Завтра я должен, по идее, съезжать. Да, у нее паспорт мой, ксерокопия, через АМББ, понятно, все мои данные есть. По поводу стоимости, как я могу спорить? Я не знаю, я не в своей стране судиться там, что-то как-то разбираться. Ну, только я вот честно чувствую, вот в России я, может быть, как-то бы еще пытался свои права. Кстати, стекла остались. Вот они помыли, да, да? Стала нет, ни хрена. Вот осталась, значит, вот эта такая часть, столешницы нет. В России я, может, как-то пытался бы свои права еще отстаивать. А здесь, ну, я в чужой стране. У меня штамп-то тут всего на три недели, да, осталось. Единственное, что я могу делать, попросить, сказать, вот извините, ну, нет у меня больше денег там, да? Если там, там, может быть, две тысячи где-то найду, да? Может, кто-то из вас поможет. Опять же, я не прошу, вы не думайте, что кто-то должен тут мне помогать. А то мне пишут уже, извини, там, из знакомых кто-то увидел в Телеграме. Сейчас не могу, да и я прекрасно понимаю, это моя ответственность, это моя жизнь. Я сам такой путь выбрал. Да, я делаю там влог свой, но я не зарабатываю пока денег. Вот так вот получилось. Ребят, сейчас добиваю, кто-то звонит мне, выкладываю видео. Так что ставьте лайки, пишите в комментариях.